здравствуйте друзья мы с вами продолжим тему настройки умного дома под управлением home assistant и в этом уроке поговорим про добавление зигби устройств но для начала немного теории что такое зигби это технологии беспроводной передачи данных особенностью которой является помехоустойчивость способность к самоорганизации самовосстановления и поддержка ячеисты топологии mesh самым главным устройством каждой зигби сети является координатор и в сети он может быть только один на примере который мы сегодня рассмотрим это будет шлюз сяоми задачу координатора входит прием данных от всех устройств сети случае с шлюзом сяоми он имеет два интерфейса зигби и вайфай взаимодействие с умным домом происходит по сети вайфай взаимодействие с устройствами по сети зигби также в каждой зигби сети могут быть устройства маршрутизаторы их может быть много если говорить об экосистеме сяоми это устройство которое получают стационарное питание и фазу и ноль такие как розетка сяоми выключатель с нулевой линии реле окара и тому подобное эти устройства кроме того что они передают данные сами по себе они еще могут передавать через себя данные с других устройств являясь такими промежуточными узловыми точками эти устройства расширяют зону действия зигби сети и позволяют добавить не большее количество устройств и наконец конечные устройства такие как кубики кнопки беспроводные выключатели датчики температуры влажности открытия и прочее прочее эти устройства способны передавать только данные от себя от других устройств не могут они работают через маршрутизатор или напрямую через координатор и благодаря энергоэффективности сети зигби имеют автономное питание и могут работать от одного элемента питания маленького типа cr2032 несколько лет на сегодняшний день из всей экосистемы сяоми сторонними системами управления может работать только круглый шлюз сяоми второй версии внимательно смотрим номер модели в конце 02 лм только здесь есть возможность включить режим разработчика дающий возможность взаимодействовать с ним по локальной сети у других моделей этого режима нет речь идет о китайской версии шлюза который легко отличить по тройной вилке питания на для этого видео урока я купил новый шлюз моей системе он уже 5 по счету по большому счету мне не нужен но я хотел показать весь процесс самого начала в этом уроке я использовал модифицированное приложение мехом с сайта copyba.ru ссылка в описании под видео установлен английский язык после включения шлюза в сеть он появляется в списке добавления новых устройств нажимаем на него и запускаем мастер подключения устройств указываем название пароль к домашней вай-фай сети и ждем пока шлюз получит параметры подключения и перезагрузится после этого завершаем финальные шаги указание локации для нового устройства его имени при необходимости даем доступ на сторонний аккаунт здесь нужно сделать отступление дело в том что 100 второй половины 2019 года от пользователей стали поступать сообщение о том что покупая правильную версию шлюза и активировав на нем режим разработчика они все равно не получали возможности управления не шлюзом не подключенными к нему датчиками это объяснялось тем что сетевые коммуникационные порты которая собственно говоря и осуществляют взаимодействие со сторонними системы несмотря на активированный режим разработчика оставались закрытыми поэтому рекомендовалось после добавления шлюза в систему игнорировать сообщение об обновлении прошивки для этого нужно просто выйти из плагина и заходить вновь пока сообщение не пропадет запускаем меню нажав на кнопку в правом верхнем углу переходим в субменю about ищите меню wireless communication протокол в русской версии протокол локальной связи сети если его нет нажимаем пять раз внизу на строке с номером версии плагина в этом меню нужно включить его и получить ключ разработчика если он сразу не появился нажимаем кнопку обновить справа переписываем этот ключ и сохраняем нажав на ok проверим состояние портов связи сначала нужно посмотреть ip адрес шлюза в меню общих настроек дополнительные настройки информация сети кстати этот адрес нужно сделать статическим на роутере заходим на сервер pssh и устанавливаем сканер портов and map запускаем с ключом су и смотрим состояние портов 98 98 4 3 2 1 и 5 4 3 2 1 если вы видите такую картинку status open то все будет работать хорошо напоминаю что все команды и ссылки текстовом файле урока шлюз полученный мной имел прошивку 149041 я проверил работоспособность режима разработчика на ней потом отключил его и сбросил шлюз заводские установил обновление 175 на 220 без активации режима разработчик я хотел получить закрытые порты чтобы протестировать вариант открытия через перепрошивку но в обоих случаях порты были открыты возможно что проблема уже нет и она касалась какой-то конкретной прошивки перейдем к интеграции в систему home assistant я добавлю один из своих рабочих шлюзов на котором уже есть устройство продолжим ровно с того момента на котором закончился третий урок запускаем конфигуратор и открываем configuration яму создаем новый раздел xiaomi akar в нем первая строка количество попыток подключения я обычно ставлю 10 далее объявляем подраздел шлюзов их может быть много каждый шлюз имеет три строки параметра если перед первой строкой написать дефис как в примере это дает возможность добавить дальше другие шлюз если его убрать конфигурация будет работать но прописать можно будет только один шлюз первая строка mac адрес вторая ключ разработчика который вы получили при активации режима разработчик 3 и пи адрес это наиболее стабильный вариант конфигурации сохраняем файл и проверяем корректность конфигурации если все хорошо перегружая minstern после перезагрузки переходим в панель разработчика меню состояния и видим что сюда добавились новое устройство это все то что подключено к шлюзу исключение составляют реле и лампочки окара их шлюз пока не транслирует тут возникает главный вопрос как разобраться с этими безликими сенсорами что есть что возвращаемся в плагин шлюзами home снова открываем меню и переходим меню about и переходим в хаб info тут прописан каждый подключенный к шлюзу zigbee датчик информация каждом из них содержится в одной строке закрытой фигурными скобками в ней указано модель устройства его техническое имя и имя данное при добавлении в систему техническое имя заканчивается на коды с буквой цифр в 16 ричном формате которые уникальны для каждого датчика для кастомизации этих названий в home assistant в ручном таки режиме который будет удобно сохранять и копировать configuration яму в разделе home assistant указываем параметр customize с выносом внешний файл customize яму в корневой папке системы создаем этот файл теперь начнем прописывать понятные имена для сенсора в меню состояния ищем по символам технического имени которое берем из хабинфо датчики проброшенные шлюзом например куб который является в системе бинарным сенсором копируем его имя и возвращаемся файл кастомизации что удобно в ручном режиме это возможность создавать комментарии которые начинаются символы решетки вставляем имя сенсора в конце ставим двоеточие ниже делаем и прописываем параметр friendly name это имя которое будет присвоено этой сущности она может быть любым кроме этого для любой сущности еще можно выбрать свою иконку по тому же принципу как мы делали это в love lace в прошлом уроке следующим добавим двухклавичный беспроводной выключатель акафа здесь по его коду таблица фильтрует три сущности отдельно левую и правую кнопки и сенсор одновременного нажатия на обе кнопки добавляем запись для каждой сущности в конфиг иконки прописывать это по желанию тут главное пользовательское имя сам шлюз тоже имеет две сущности в системе его техническое имя это его mac адрес без двоеточий одна из них светильник которая называется light gateway кстати можно искать ее именно по этому названию а вторая сенсор освещенности добавляем ночник шлюзов кастомайз следующим устройством давайте добавим зигби розетку это класс устройств switch здесь добавим новый параметр класс устройства класс устройства позволяет понять системе определить для чего она предназначена и корректно его выводить в интерфейс это необязательный параметр и для многих сущностей система умеет сама его определять по названию ссылки на списке классов сенсоров и бинарных сенсоров текстовом файле урока вернемся к шлюзу и добавим в кастомайз сенсор освещенности продолжим добавлять другие устройства например кнопку мидзя все что у нас есть на шлюзе время от времени не помешает проверить корректность конфигурации самые внимательные зрители наверно уже обратили внимание на столбец атрибутов например для беспроводных датчиков там имеется значение уровня заряда батарейки этот параметр позволит отслеживать и своевременно менять батарейки так как атрибутами пользоваться неудобно создадим на его значение отдельный сенсор идем в раздел сенсоров папку которую мы создали в прошлом уроке создадим новый файл и назовем его battery яму в нем создаем новый сенсор на платформе template это платформа шаблона открываем раздел сенсоров и прописываем имя создаваемого сенсора но может быть любое но чтобы избежать путаницы я предлагаю использовать код технического имени реального устройства и в конце дописывать слово батареи имя сенсора вложено в раздел выше в него вкладываем его значение которое будет вычисляться по шаблону шаблон берет значение атрибута бинарного сенсора реального устройства который называется уровень батарейки тот самый атрибут что мы уже видели в таблице состояния корректность написания шаблона проверяем в редакторе шаблона в панели управления просто копируем и вставляем его в редактор если будет ошибка редактор ее покажет но у нас все верно и редактор вывел значение атрибута уровень батарейки все правильно продолжим создание сенсора на уровне значения вложенным в имя сенсора создаем параметры единицы измерения процент следующем идет айди сущности при изменении которой будет обновляться значение нашего сенсор тут ставим тот же сенсор что и в шаблоне так уровень заряда будет меняться синхронно с изменением его значения в атрибутах подобно как файлу кастомизации прописываем класс устройства батарейка чтобы система корректно выводила его в интерфейсе также платформа темплейт позволяет прописать френдлиные для сенсора без необходимости прописывать его файли кастомизации аналогично создаем сенсор заряда для кубика делать их можно просто копипастом меняя только имена сущности создаем сенсоры заряда для всех других устройств если устройство много сущности как у выключателя то сенсор заряда создаем только для одной из них батарейка то ведь одна и та же по этому же принципу создадим сенсор текущего энергопотребления zigbee розетки создадим в папке сенсор еще один файл power интересующий нас атрибут называется load power создадим шаблон в редакторе заменив имя сущности и название атрибута получаем текущее значение мощности используя за основу сенсор заряда батареек создадим сенсор энергопотребления класс устройства для него мощность а давайте посмотрим что у нас получилось после перезагрузки в меню состоянии проверяем созданные сенсоры сенсор мощности столбцы атрибутов видим и френдли нейм уровни заряда батареек сенсоры состоянии которых это процент заряда выведем новые сущности в интерфейс создадим новую страницу назовем ее zigbee и подберем подходящую иконку создадим карту сущности перечислим ней сенсоры заряда имена иконки тут уже прописывать нить необходимости потому что френдли нейми класс устройств мы уже прописали при создании сенсором аналогично карту с розеткой сенсором энергопотребления карту с ночником и сенсором освещения шлюза проверяем результат благодаря тому что мы указали давать класс батарейка иконки батареек визуально отображают уровень заряда автоматически присвоенные иконки для сенсора мощности и сенсора освещения класс которого система смогла определить по имени ночник шлюза управляется аналогично цветной лампочки рассмотрены в прошлом уроке с палитрой цветов еще немного поговорим о классах устройств явно пропишем его для сенсора освещенности добавим сенсор температуры и влажности тут две сущности под одним кодом отдельно для каждого значения укажем явно классы устройств для них а вот для датчиков открытия система не сможет определить класс по названию устройства в котором есть слово и окно и слово дверь тут указать класс нужно обязательно после изменений файла кастомизации как и добавление новых сенсоров инстанс нужно перезагружать шлюза в системе может быть много у меня на данный момент их 5 просто их параметры в конфигурэйшн яму перечисляются один за другим на этом я заканчиваю четвертый урок если у вас остались вопросы задавайте их комментариях к этому видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интереснее до новых встреч а